Сэй анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в ближайшие дни. 25 мая, суббота. Спортинг, Порту. 19.15. Стадион Национал. Лейпциг, Бавария. 21.00. Стадион Олимпиаштадион. Барселона, Валенсия. 22.00. Стадион Бенита Велимарин. Рана, которую Барселона получила на Энфилде в полуфинале Лиги Чемпионов, до сих пор кровоточит. Не просто так сразу после финала Кубка Испании команда сразу отправится в отпуск, и никаких чемпионских парадов в случае успеха не предусмотрено. Это, впрочем, не значит, что синие-гранатовые хотят поскорее закончить сезон. Напротив, у них очень серьезное отношение ко второму по статусу национальному турниру. Каталонцы выигрывали его равно 30 раз, а предстоящий в Севилле финал – шестой подряд. Оба показателя – рекордные. Кроме того, триумфами Барса завершились четыре последних розыгрыша Кубка, а ее предыдущая осечка в решающем матче случилась в 2014 году, когда трофей достался Реалу. Ирония судьбы заключается в том, что случилось это на Мисталия, домашней арене нынешнего соперника подопечных Эрнеста Вальверти Валенсии. Сами же летучие мыши не добирались до финалов 11 лет, когда им удалось выиграть свой седьмой кубок. Как раз в том розыгрыше Валенсийцы превзошли Барселону – три к двум, одному к одному, после чего трижды выбывали из турнира в противостоянии с этим соперником. Фаворит словно мстил за обиду, три года назад унизив соперника со счетом 7-0. Как все сложится для команды находящегося на больничном Дениса Черышева на этот раз. Кроме Испании в ближайшие выходные интересные кубковые финалы пройдут еще в двух странах. В Германии Бавария близко к дублю, а Нико Ковач имеет возможность вернуть мюнхенскому клубу долг. Если кто-то забыл, в прошлогоднем финале хорватский тренер обыграл свою нынешнюю команду, на высокой ноте попрощившись с Айнтрахтом. Но тут сюжет может и повториться, ведь в субботу свой последний матч на посту главного тренера Лейпцига проведет Ральф Рангник. Он изначально должен был отработать только один сезон, чтобы уступить свой пост покидающему Хофенхайм и Юлиану Нагельсману и вернуться на должность спортивного директора. В Португалии в финале сойдутся команды, всего несколько дней назад встречавшиеся в национальном первенстве. И, надо сказать, встреча Порту и Спортинга получилась запоминающейся. Арбитр предъявил участникам матча 8 желтых и 2 красных карточки. Несмотря на то, что с чемпионством Бенфики в тот момент уже все было ясно, драконы появили характер и добились волевой победы на 87-й минуте, когда Айвери удался эффектный удар через себя, 2 к 1. Сейчас на поле снова будет жарко. Тем более в январе эти команды встречались в финале Кубка Лиги, и тогда уже Спортинг проявил волю к победе. Отыгрался в добавленное арбитром время и взял верх в серии пенальти. А год назад Львы в Кубке страны выбили Порту в полуфинале, но при этом ухитрились проиграть решающий матч скромному Авишу, 1 к 2. Сейчас же у лиссабонцев есть шанс сделать кубковый дубль. Для российских представителей в Европе главным днем недели станет пятница. Монако Александра Головина обязан официально завершить миссию спасения от вылета в выездном дерби Лазурного берега против Ниццы. На данный момент команда Леонарду Жардима опережает находящийся в зоне стыков Кан на одну победу, и в случае равенства очков ключевым показателем станет разность забитых и пропущенных мячей. У манигасков есть серьезная фора в 7 голов, но лучше не проигрывать и до математических расчетов дело не доводить. Тем более что Кан встречается дома с не имеющим турнирной мотивации и занимающим 14 место Бордо, который проиграл 6 матчей подряд. В уме надо держать и Амьен, отстающий от Монако на очко и принимающий уже вылетевший Генгом. А чуть раньше в Голландии начнется первый финальный матч плей-офф за Лигу Европы, в котором Витес Леонида Слуцкого сыграет в гостях с Утрехтом Дика Адвоката. Это третья дуэль бывших тренеров сборной России в нынешнем сезоне, и пока преимущество на стороне арнемцев – 2 к 1, 0, 2 и 0. Год назад эти же команды также встречались в финале, и сильнее оказался Витес, в отличие от нынешнего сезона не имевший преимущества своего поля – 3 к 2, 2 к 1.